Детская футбольная лига Амурис Детская футбольная лига Детский футбол, будем так говорить, развивался У нас созданы любительские клубы Ну и мое пожелание, чтобы все-таки вот с развитием детского футбола Развитием любителей, ветеранов И круг замкнулся, ну и в конечном итоге появился и возродился профессиональный клуб Тем более, что у нас две любительские команды В свое время были обладателями Кубка Дальнего Востока То есть задача какая перед лигой стоит? Мы аккумулируем все коллективы детские, ищем таланты или что-то большее? Ну, наша лига сегодня это не школа, которая набирает детей А цели и задачи лиги, это вот вы правильно сказали Аккумулировать движение развития детского футбола Привести его в соответствие с определенными программами Которые разрабатывает Российский футбольный союз Программами по обучению детей Систематизировать эти занятия Обучение тренеров, проведение фестивалей Зимних, летних, организации международных встреч Организации мастер-классов То есть вот направление, которое, в общем-то И для чего создана детская футбольная лига Это я вот так коротко обозначил Ну, занятия футболом Как известно, футбол самая популярная игра в мире Так понятно, что играть есть кому? Учить тренера? Где мы будем их брать? Как мы будем их обучать? Ну, на сегодняшний день это очень серьезная проблема Она не только касается Амурской области В целом в Российской Федерации Поэтому вот один из наших шагов Это обучение тренеров Для которых мы пригласили сюда К нам в Благовещенск Преподаватели Сибирского университета физической культуры и спорта К нам приют 4 преподавателя Вместе с заведующим кафедрой футбола Из города Омска И с 20 конкретно числа В течение двух недель Мы проводим обучение наших тренеров Для того, чтобы они, прослушав курс лекций, сдали экзамены И получили категорию С Которая дает право работать в детских футбольных школах Не только любительских, но и профессиональных И можно работать в любительском клубе тренером Вот мы преследуем такую цель, чтобы наши тренеры Ну не просто пользуясь сегодня, в общем-то, обширными своими навыками Умения общаться с интернетом А вживую, будем так говорить, пообщались с профессионалами-преподавателями Для того, чтобы улучшить, качественно улучшить свою работу В сфере детского футбола Ну, конечно же, образование, как говорят, ума не дает Оно расширяет кругозор Ну и вот, я думаю, что расширение этого кругозора Оно будет способствовать деятельности в дальнейшем детских тренеров Амурской области Мы из Амурской области на сегодняшний день Первый шаг такой в этом году Пригласили 20 тренеров Лига берет на себя всю финансовую составляющую По обучению, получению лицензии, питанию, проживанию В это время в Благовещенске То есть, вот цель какая, еще раз говорю Для того, чтобы тренеры более качественно выполняли свою общественную тренерскую работу Эти 20 человек, по каким критериям их отбирали и почему именно они? Ну, мы использовали мнение Министерства народного образования Мнение Министерства спорта и физической культуры Мнение Амурского футбольного союза Конечно, хотелось бы гораздо больше Но пока чисто финансовые возможности лиги не позволяют этого делать Но я еще раз говорю, это первый шаг Плюс, дополнительно, многие изъявили желание за свой счет Пройти это обучение и получить лицензию Почему? Потому что иначе придется ехать куда-то далеко В Омск, это ближайший город, или в Москву Для того, чтобы получить лицензию Но вы знаете, что в скором времени, наверняка, это уже точно будет Российский футбольный союз будет отслеживать Работают ли детские тренеры с лицензией Которая им дает право на осуществление этой деятельности Вот, наверное, поэтому сегодня тренеры стремятся Для того, чтобы получить этот сертификат И уже, будем так говорить, работать непосредственно Будем так говорить, в рамках закона Ну, сейчас пока рано говорить о прям больших перспективах Все-таки не так давно проект стартовал Но все же, если немножечко помечтать, в будущее позаглядывать Каким вы видите развитие этого проекта? Ну, вы знаете, вот мне немножечко не хотелось бы, чтобы это было слово Проект модное сегодня, а, в общем-то, стабильное существование бы этой детской лиги Вот этого бы мне хотелось А цели и задачи наши, то, что я сказал, они очень обширны Мы делаем пока первые скромные шаги Еще раз говорю, работа предстоит очень большая, длительная, емкая И, будем так говорить, без помощи тренеров-общественников Тренеров, которые работают сегодня в детских футбольных школах Без их инициативы, конечно, будет очень сложно Одним административным ресурсом и вливанием только денег Конечно, ну, трудно обойтись этим Но самое главное, мы вот первые шаги, я еще раз говорю, уже делали В порядке 250 мячей мы приобрели Раздали по 10 мячей в детские клубы Впереди у нас еще приобретение мячей для того, чтобы помочь вот таким клубам Мене, будем так говорить, обеспеченным в плане спортивного инвентаря Помочь им в организации, самое главное, своей деятельности Чтобы это не так, как я повторяюсь, может быть, уже не первый раз говорю Как 90-е годы, ларки, ларки, ларки Потом стали магазины, сейчас супермаркеты По такому же пути идет и развитие детского российского футбола То есть, чтобы все это было организовано Чтобы это все было целенаправленно, работа велась, в общем-то, принцип постепенности Мы будем организовывать мастер-классы Вот помимо обучения тренеров, это вот уже наш конкретный первый шаг Раздача мячей Мы проводили ряд мастер-классов в Амурской области Я знаю, что вы договорились сейчас И мастер-классы будем проводить в течение последующего времени А конкретно я побывал в Москве на конференции Российского футбольного союза Где избранный президент господин Дзюков Очень, ну будем так говорить, значимую часть своего выступления Предвыборной речи в течение минут 25 Уделила внимание развитию детскому футболу Ну посмотрим, что будет дальше Но и использовал эту поездку для того, чтобы съездить в Санкт-Петербург Провел успешные переговоры с руководством футбольного клуба «Зенит» Где на сегодняшний день работает тренер по вратарям Это Михаил Бирюков Михаил в свое время с честью защищал ворота команды Амур Михаил с большим удовольствием откликнулся на наше предложение Приехать в Амурскую область, посетить ее И провести ряд мастер-классов не только в Благовещенской, но и в городах Амурской области Ну и запланирована эта поездка на конец мая, начало июня Точная дата пока не определена Это когда закончится уже сезон в премьер-лиге И вот Михаил дал согласие, чтобы приехать и, будем так говорить, на практике Сегодня провести мастер-классы и с тренерами, и с юными футболистами Ну к нам даже, могу вам сказать, уже изъявили желание И просятся приехать и из Якутии, и из Хабаровского края, и из Еврейской автономной области Ну, будем так говорить, Михаил фигура значимая Чтобы поприсутствовать Да, 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 и вплоть до того, чтобы привезти несколько человек детей Ну не так часто такие, будем так говорить, тренеры к нам на Дальний Восток приезжают Ну и плюс еще мы как раз в это время проведем турнир под эгидой детской футбольной лиги российской Большие звезды светят малым И вот Михаил как раз поприсутствует и на этом турнире Цель которого, я еще раз говорю, вот организация дальнейшей работы Но помимо этого Перебью вас, если уже заговорили о турнирах Вот у нас отличный такой пример российской и китайской дружбы в хоккее Не планируется ли что-то подобное на футбольном поприще? Да, господин губернатор Василий Александрович Орлов В своем интервью во время встречи, после встречи с губернатором провинции Хэлладиан Помимо всех основных политических, финансовых, экономических вопросов Уделил внимание развитию физической культуры, в частности развитию детского футбола И впереди у нас будет футбольный фестиваль Российско-Китайский Который в мае месяце после Дня Победы В честь этого праздника пройдет на территорию Амурской области К нам приедут юные футболисты из Китайской Народной Республики И в августе месяце мы поедем с ответным визитом в китайский город Харбин Ну что ж, будем надеяться, что хотя бы о перспективах детского футбола нам уже переживать не стоит Спасибо вам большое Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Анатолий Кулик, президент детской футбольной лиги Амурис Спасибо вам за внимание И в знак благодарности, Алексей, разрешите вам презентовать вот этот ВМПЛ Спасибо большое Это мне и вам всем, наши дорогие телезрители Спасибо вам, до свидания Спасибо 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 Спасибо